Всем привет, друзья, с вами снова Дэнни, и мы продолжаем играть в игру The Walking Dead The Final Season, эпизод 3. Сегодня я планирую пройти его до конца, так что поехали. Ну, остановились мы на том, что отправились на вечеринку, перед нападением на лодку. Все как будто идет на лад. Эй, вы двое, рады вас видеть. Нам нужно подумать об освещении, музыке и какой-нибудь надписи для этой штуковины. Раз все равно помирать, то хоть повеселимся напоследок. Музыки, но Луис не с нами. Видишь? Буду бы там внутри сидеть Луис. Смотри, как это работает. А ну-ка. Или вы предлагаете мне это сделать? А что вообще предлагают мне сделать, я не понимаю. Выбрать рисунок Эйджи, выбрать сумка с кирпичами, выбрать проигрыватель. Давай посмотрим. Вытащили старый граммофон директора, чтобы можно было слушать музыку. Выбор невелик, но нам хватит. Давайте послушаем джаз. Не найдется ли у вас хороших джаз-пластинок? О да, наш старый учитель по музыке любил такое. Был крутым мужиком, пока всех нас не бросил. А на что похож этот джаз? А, сложно описать, поймешь, когда услышишь. Это Эйджи. Музыка афроамериканцев. В общем, берешь одну из этих черных блютиц и ставишь сюда. И играет музыка. Ага. Главное, рыжечок на боку. Поверни. Вот это круто. Ну, может и не афроамериканцев, я не знаю. Но, по-моему, джаз-исполнители все были темнокожими. Выбрать сумку с кирпичами? Что это? Это свечи. Подсветка задаст нашей вечеринке подходящее настроение. Я никак не могу решить, какой цвет выбрать. Зеленый успокаивает, но пурпурный тоже ничего. Ну, красный это слишком. Давай пурпурный, раз это будет ночь. Хм, мой отец любил пурпурный цвет. Я читала, что это королевский цвет. Необычно. Что? Люблю пурпурный. А тебе он разве не нравится? А? Фиолет. Хе-хе, вайолет. Будет сделано. И остался рисунок Эй-Джея. На растяжке должно быть написано что-то по теме вечеринки? Не совсем. Хотелось бы написать что-то вдохновляющее. Хотя можно стоить покороче, здесь не так много места, как кажется. Ага. Пускай Эй-Джея что-нибудь предложит. Да ладно? У меня идея. Это будет сюрприз. Руби, ты ему веришь? Обещаю не писать это нерукательство. Мне нравится. Попросим Тенни написать этот девиз одной из его кистей. Я думаю, фест будет что надо. Балбесы. Вам готовиться к нападению надо. Кстати, Вилли просил тебя зайти. Он в кабинете Марлона. Сказал, что приготовил сюрприз к вечеринке, но хотел бы сперва показать его тебе. Интересно, что там. Эй-Джею походу понравилась пластинка. Что ты там задумал? Привет, Клэм. Смотри, я нашел кучу книг про корабли. Здесь много потрясного про пожары на кораблях, взрывы и всякое такое. Все сводится к котлу. О чем это ты? Я придумал, как можно отводить этих подонков от нашей школы после того, как мы спасем остальных. Чтобы они больше никому не навредили. Вот единственный парень, который о чем-то думает. Мы говорим, взорвем лодку. Это единственный способ не дать им вернуться. Мич бы одолел. Ну да, вичу этот план понравился бы. Знаю, план отличный. Думаю, взрыв лодки не запомнит навсегда. Самое сложное, что это считать время взрыва. Так что он произошел после того, как вы покинете лодку, я так полагаю. Поверь, когда это штука рванет, нам всем сразу станет гораздо лучше. Ладно, всем приготовиться к вечеринке. И да, Клэм, прости за тот случай, за то, что обижал Тэна. Эджи, я не прав, я не должен был говорить про него такое. Я не собирался так злиться. Знаю, не виноват. Это очень мило, Вилли. Скажи это Тэна, а не мне. Ну, взрыв это неплохая идея, на мой взгляд. А почему бы не зажечь все свечи? Почему только фиолетовые? Нифига себе, шпарит. Ну, попробуем расслабиться. Фак ю, написано на бутылке. Ух ты, Руби, как круто. Спасибо, дружище, без тебя бы не справились. Но подожди, пока не увидишь все. Иди тусуйся, я скажу, когда будет пора. Пожалуй, пообщаюсь. Но мне дали время побродить. Смотрю, сработались. Да, Вилли попросил меня помочь ему с особой затеей. Я правда рада это слышать. Она готова? Готова, Клем. Она сработает. Вообще-то, я подумал, может нам ее как-нибудь назвать? Как-нибудь прикольно. В смысле, я считаю, что она заслуживает имя. Ну, давай, мы раздовем. Да, нужно обязательно ее как-то назвать. Я думал, ты будешь смеяться надо мной. Точно, давай дадим этой засранки имя. Блин, и как бы тебя назвать? Вилли-младший? Пускай будет Вилли-младший. Ты собрал ее, поэтому назовем ее в честь тебя Вилли-младший. Похоже на мое имя. Элвин-младший. Да? Я терпеть не мог свое имя. До сих пор. Вот ты и родился, Ви-Джей. По-моему, Эй-Джею больше всего нравится эта дискотека. Нашла. Что там? В общем, Клем, это наше официальное психологическое заключение, и что-то о нашем поведении в Эрик-селе. Зачем? Хорошо. Не понимаю. Что ж, Малец, здесь написано, из-за чего нас всех вообще отправили в эту школу? А это исправительное, что в школу? Еще про всякую хрень, за которую нас не отпускали домой. Так и в чем ссор? Я решила, что раз уж мы все решили стать смертником, не стоит узнать, кто мы на самом деле. Что ж, это прикольно. Я буду зачитывать отрывки из того, какими нас выделили взрослые. И ты будешь угадывать, кто подходит под описание. Прикол. Не, но я постараюсь читать про тех, кого ты знаешь. Начнем с этого. Несмотря на свою высокую успеваемость, пропуск постоянно испытывает приступы. Гнева, неконтролируемое жахло, несквернословить, а также периодически вступают в стычки с членами преподавательского совета. Пусть это будет Вайлетт. Должно быть это Вайлетт. Близко, но ино. Это Руби? Охренеть, серьезно? Каюсь, виновата. Да, жаль ты не видела Руби в те давние времена. Она была похожа на... Ты в детстве смотрел мультики про Тасманского Дьявола? Я смотрел. Такой была наша милая Руби. Ее список поступков был длиной в километр. Я уже исправилась, дружок. Я прямо так все и представляю. Когда я только познакомилась с Руби, она вся такая... Нараза мелкая. Я же извинился. Ребята, хотите узнать, почему меня сюда отправили? Вилли, прошу тебя. Хроническая мастурбация. Хе-хе-хе. Поверь, никому не хотелось это знать. Ну, по-моему, ему нравится об этом рассказывать. Что это значит? А, не дадим. Ни слова. Придется еще малому сейчас объяснять. Тен, ну зачем? Впрочем, может, послушаем что-нибудь другое? Мне нравится всякая музыка. Но у нее много жанров. Сколько? Давай, кантри. Согласна, хватит нас с этого. Включи пластинку кантри. О, да. Приятная. Расславляющая музыка. По-моему, Эй-Джею тоже нравится. Руби. Не думала, что мы столько, столько их потеряли. Помните того Джастина? И Терезу, и Джаспер, эту девушку с цветными брекетами. И Джоу, и Мэйди, и Ламар. Офигеть, сколько у вас тут было. Эрин. Я постоянно подкалывала ее из-за брекетов. Зачем я это делала? Алекс? Дью, Трей, Стефани. Ого, сколько у вас тут было. Блин, сколько наших погибло? Тридцать четыре? Да ну нафиг. Мне очень жаль, ребят. Надеюсь, хотя бы вы выживете. Чье это, Марлона? Не, Луис. Прочитаем про нее? Про нее? Давайте я расскажу, почему меня сюда отправили. Будет вам такой утешительный приз. Возможно, вы меня возненавидите, но раз уж все так разоткровенничались. Ну давай. Только если ты сама этого хочешь. Когда я была маленькой, отец все время пил, а мама пыхала на трех работах. Я часто жила у бабушки. Но когда умер дедушка, бабушка просто закрылась. Весь день сидела у себя в коморке и качалась в кресле. Я сидела у ее ног, и мы смотрели телевизор в основном мультике, потому что ей было все равно. Иногда я слышала, как она плачет, но никогда не оглядывалась. Мне было неловко, и я просто делала телек погромче, понимаешь? Короче, однажды она вышла из коморки и вернулась с ружьем 22-го калибра и новым креслом. Пёрла приклад в спинку, а ствол себе в грудь. Дотянуться так до курка было затруднительно, но она наверняка об этом знала. Потому что припасла длиннейшую деревянную чесалку для спины, очень длинной формы руки, и нажала ей на курок. Ну, в общем, да. Бабах, типа. Она согнулась и так и продолжала качаться. Через пять часов за мной пришла мама. Я так и не двинулась. Она просила, спросила, почему я не вызвала полицию, скорую, кого угодно. Я пожала плечами и сказала, что бабушка всё равно никуда бы не ушла. А я хотела досмотреть мультики. Прикольно. Куда делась музыка? На следующий день она отправила меня в Эриксон. Мне было 11. Блин. Ну это отстой. Прости. Мне так жаль, Вайлент. Не могу представить, каково это, через что ты прошла. Да норм. Мы все немало дерьма хлебнули. Мы не были хорошими, Клементина. Но это не значило, что нас нужно бросить здесь умирать, как сделали те, кто должны были о нас. Заботиться? Извини, шутка не удалась. Луис, наверное, был повеселее меня. Ну да, Луис бы повеселил нас. Ну, не умел, а умеет. Мы скоро вернём их. Тен прав. Слушайте, у меня есть идея. Помните раньше, когда она была страшно, Мини пела, чтобы мы не падали духом? К сожалению, я не умею играть. Луба сыграл. Эта песня ему нравилась. Может, споёшь, как она когда-то? У тебя хороший голос. Эм, да. Это можно, Тен. А кто играть будет? Я могу это сделать. Так. Ну, давай, Ви, удиви. Переводить я это, конечно же, не буду. Не бойся гореть темноты. Не бойся бури. Не бойся монстров. Ночь скоро пройдёт. Эта песня подходит под тёмный коридор. Представляю сразу девочку в конце. В темноте. Или вообще никого. И просто этот голос. Из темноты. Это было бы жутко. Ладно, пойду, пока за кофе схожу. Шучу я до сих пор тут. Сражайся так, будто не успел прочитать. Ночь скоро пройдёт. Прямо за душу берёт. Прямо за душу берёт. Аплодисменты. Аплодисменты. До слёз. Давайте уже займёмся чем-нибудь весёлым. Например, нападём на лагерь рейдеров. Что это? Это что, Клемка? Да ладно, это же Клементина из первой-первой самой части. Блин, я уже отвык от такой её. Ли. Офигеть. О, какая мелкая. Привет, кроха. Ли? Блин, голоса эти прям за душу. Вот это за душу берёт. Не то, что песенка Ви. Вы уж простите меня. Почему именно поезд? Ты всегда выбираешь поезд? Не знаю. Наверное, потому что здесь всё началось. Блин, как я их давно не видел. Место, где ты научил меня стрелять, стричься. Научил быть готовой ко всему, что ждёт впереди. Ты была способной ученицей. Чё ты думаешь? Я волнуюсь, Ли. От меня зависит куча народу, и я не знаю, правильно ли всё я делаю. Блин, прикольно её такие слова слышать. О, мне это знакомо. Ты же знаешь, что я импровизировал, да? Конечно, я не мог это открыто показывать. Мне так не показалось. Я никогда этого не замечала. Мне казалось, что ты всегда делаешь, знаешь, как правильно поступать. Я только хотел, потому что она была маленькая. Ну да, мне везло. Дача в этом деле очень важна. Сейчас она бы мне не помешала. Ты мне расскажешь, что стряслось? Я нашла новую группу, столько их уже было раньше, и все разваливались. Но это какая-то, какая-то другая, она мне нравится. Я почти как дома. Это хорошо, одному бывает очень сложно. Но мы попали в беду. Плохие люди захватили моих друзей в плен. И чтобы вернуть их, остальным придется рисковать жизнями. Ли, скажи какую-нибудь мудрость. Ты справишься. Что? Что бы ни случилось, ты справишься. И вытащишь друзей из любой передраги. Передраги. Откуда ты знаешь? Я это чувствую. Ты умеешь выживать. Та Клементина, которую я помню, что-то там. Мне надо было это услышать. Ты прав. Я просто хотел от тебя это услышать. Что может лучше быть? Я вытащу их оттуда живыми. Всех до единого. Услышать во сне голос человека, который тебя направлял. Представь, кто скажет Луис, когда тебя увидит. Ты вернешь мальчикам надежду, вернувшись за ними. Крофа, ты же знаешь, что когда зреть что-то крупное, всегда так. Тебе было страшно, когда ты неслась на пролом врача, Маккарол, Маккарол. Но ты же справилась, да? Тогда было иначе. Тогда я была одна. Ну? Теперь ты не одна, Клементина. И это отлично. Они сражаются вместе с тобой. Из-за тебя. И ради тебя. Мелочь, пузатая. Возвращайся, когда вытащишь их. Ладно, в целости и сохранности. Как тебе идея? И, возможно, мы можем поговорить о счастливых вещах. Если ты не знаешь, что... Ли, я так по тебе скучаю. Все бы дала, чтобы ты снова был рядом. Я тоже по тебе скучаю, Клементина. Ну, что-то в том, что я всегда рядом. Спасибо, Ли. Спасибо, Ли. От разговоров с тобой меня всегда становится немного легче. Я вот что хотел спросить. Как там мальчик? Он молодец, Ли. Тебе бы он понравился. Не сомневаюсь. Уже научил я его стрелять? А то. Да уж, мир стал жестче с тех пор, как я его покинул. Неудивительно, что и дети в нем теперь жесткие. Ты оказалась на моем месте. Как думаешь, справишься? Ребенка растить всегда сложно. Представляю, как тебе приходится. Мне было проще, мир только начинал меняться. А в том мире все уже изменилось. У тебя все в порядке? Ты мог бы мной гордиться. Эй Джей молочи на лифт. Я его научила быть сильным, храбрым и самостоятельным. Ты мог бы мной гордиться. В смысле, еще больше, чем сейчас? Ой, не могу. Я сейчас разрывусь. Зачем вы мне их показали? Вау. Ты уже такая взрослая. Такая взрослая. Я, кажется, говорил тебе регулярно стричься. Эх, ты даже не представляешь, как сейчас сложно найти ножницы. Прикольно их свели. Тебе пора, Клементина. Взрослую Клементину и того старого Али. Ты нужна своим друзьям. Необычно просто. Смотрится. Прощай, Ли. Ну, что ты с ним прощаешься? Вы же с ним еще увидитесь во снах. Клем, проснись. Нам пора. Это время идти. Все, сейчас будет заваруха. Нам далеко идти. И все-таки первая часть, мне кажется, на мой скромный взгляд, самая лучшая из всей сирены Волкин и Дэд. Конечно, и следующие были интересны, но... Первая часть самая такая драматичная. Когда ты еще ничего не знаешь, и... Все вокруг в новинку. Это маленькая девочка, за которой... За которую отвечает... Человек, который сам не понимает, что происходит. Сейчас мы просто нужны твоя другая, другая. Он здесь, хороший лидер. Они ждали, Джеймса. Боже, ты мой, говорит. Привет. Ребята, это Джеймс. Он мой друг. Он, эм... Круто! Как добыть такую шкуру? О, я... Клементин? Клементин? Можно, говорит, примерить? Ну, пожалуйста. Сейчас не время. Ты сосредоточился. Сейчас не время. Мы просто будем задавать потом. Да, точно. Прости. Я сосредоточен. О, и прости, что я тогда пытался тебя пристрелить. Маска у тебя как настоящая. Я, эм... Эй. Привет, Джеймс. Привет, Джеймс. Извини за Вилли. Это тот самый, за которого Клемм собиралась замуж? Хе-хе-хе. Да. Клементин, можно у тебя на минутку? Нам нужно поговорить с глазу на глаз. Хорошая идея. Засмучали, блин. Парни. Эй, Тэнк, можно тебе на секундочку? Нужно кое-что тебе сказать? По поводу Меринды или какой-то Мерала. Ходите, и скулы будут здесь. Когда они пойдут через заросли, едите с ними. Они пойдут к воде на шум с лодки. Тогда мы проберемся на борт и спасем друзей. А вот и первый. Твои друзья, они другие, открытые, понимающие. Может, однажды это произойдет с тобой. Послушай, Клементина, мне нужно поговорить с тобой об Эджее. Что с ним? О чем ты? Шепчусь, и все были мне семьей с раннего детства. За это время я видел много смертей и страданий. В конце концов, я сам стал их причиной. Считалось, что слабость отравляет. Я в это верил всей душой. Дошли до того, что когда другой паренек посочувствовал врагу перед атакой, я перерезал ему горло. Я не разговаривал с ним. Не думал о том, кем он был, что чувствовал. На тебя это не похоже. Ведь это трудновато поверить. Это так на тебя не похоже. Сейчас нет, но я был таким. И мне слишком не вернуло, что я могу быть неправ. Когда он умер, в моей голове продолжали звучать слова. Они как мы, но идут другим путем. После этого я перестал убивать. Я изменился, а вот большинство остальных нет. Когда Эйджей сказал, что кого-то убил, я вспомнил их в себя. Ты имеешь в виду, что он тоже не затормозит? Он так говорил, будто это привычное что-то там. Вот так отнять жизнь в юном возрасте, в тебе. При этом что-то ломается. Ну, возможно. Я просто боюсь, что если Эйджей еще кого-нибудь убьет, дороги назад уже не будет. Он уже не будет прежним. Жесткий характер помогает выжить. Жесткость его щит. Ему просто хочется выжить. История учит, что она его и убьет. Неправда. Клементина же осталась в живых. Они рядом. Скоро их будет достаточно, чтобы закрыть нас. Я проведу вас сквозь стадо до лодки. Но дальше я не пойду. Оттуда вы сами по себе. Спасибо. Ну, надеюсь, мы же увидимся. Позаботься об Эйджее. Уже разучился выговаривать свое имя. Он готов. Ходячие приближаются. Руби, лошади на тебе. Вилли, Тен, на вас припасы. Бомба у меня. Найдите котел. Там внизу будет дверца, за которой зола. Вот туда и кладите. Ну что? Готовы? По-моему, нет. Увидимся на той стороне. Все будет нормально. Главное, не паникуйте. Держите себя в руках. Я, говорит, скрою. Что-то там вскрывать собрался. Зомбика? Что ты? Вайлит рассказал мне про Минни. Что Софи умерла, а Минни перевернулась к ним. Но тебе нужно было это знать. Если увидишь ее, скажи. Скажи, что я ее прощаю. Пожалуйста, я бы сам сказал, но лишь бы она была в порядке. Хорошо, если увижу ее, передам. Да, хорошо. Если мы ее встретим, я все передам. Спасибо. Мне кажется, пора начинать. Ходячий уже рядом. Эй, нам пора. Нужно идти. Клем? Клем? Что, если они поймают еще кого-нибудь, пока мы там будем? А вдруг поймают тебя? Будь что будет. Я не смогла спасти Минни, и Лу, и Осима, и Амара. Ты спасла меня от этих людей. В каком-то смысле, ты почти всех нас спасла. И если с тобой что-нибудь случится, да еще и по моей вине... Ну ладно, ладно, можете поцеловаться. Не хочу потерять еще и тебя. И не потеряю. Во, обнимашка есть, давай обнимайся. Только не пропадай никуда, ладно? Окей. Вайлет запомнила это. Все хорошо? Да. Пожалуй. Давай вернем друзей домой. Всех до единого. Всех до единого. Всех до единого. Всех до единого. Готово. Эй, Джей, блин. Потрошитель малолетний. Слушайте, я знаю, выглядит мерзопакостно, но прикрыть запах хитро. А вы до этого не догадались еще? Мы еще с первой части Сли знали об этом. Использовать кишки. Как давно я этого не делал. Ну, поехали. Последний раз, по-моему, когда была база рейдеров. И, 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 и. Блин, плохо помню. Спинку намажешь? Ну, давай. О, Ли намазал Клементини тогда спину в отеле. А второй раз было, когда мы с Кенни, по-моему, выбирались через столбу ходячих от супермаркета. Спасибо. Пойдем. 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 Картинка прямо на превьюшку. Офигеть их там. Отлично. Следуй за мной. Елочки. Как стремно-то. Поехали. Ходячие. А то есть вы не видите этих? Серьезно? Вы просто идете... На пули? Тут шансы выжить. Минимальные. Используйте, говорит, ходячих, как щиты. Давай попробуем. Ага. Я понял. Когда светят прожектором, надо пользоваться ходячим. А пока не светят, можно бегать. Прячемся. Так. Следующий вон, поблизости. Надо успеть. Давай-давай-давай-давай. Блин, его сейчас убьет. Черт! А куда? Ой, мать! Его! Так, давай, бегьте. Блежьте, блин! Почему? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Жить буду Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Заныкались Субтитры сделал DimaTorzok Ну хорошо Что-то легче легкого Блин, да чего громкие Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, значит у нас два варианта Либо левая дверь Либо правая А нельзя через Посмотреть через Иллюминатор Через окошко Нет, конечно Это очень сложно Так, вот он Моторный отсек Отбрежься Эй Эй, кто-то А, это тот здоровяк Блин, придется его гасить Прости, чувак Ну ты сам нарвался Безбит с ног убить Давай сбиваем Нифигу, это шустро Внизи Ух ты Слушай, я даже и не убил его Не хотелось Просто так убивать человека Эй, Клем Это же вроде котен, да? Ну да Да, похоже он Нам нужно заложить У него бомбу Тут такой завал Поещем другой путь Ты его хорошо вырубил А он не очнется Через пару минут Так, наверное Это Надо зайти с той стороны Да елки Сколько уж Тут вас А, это да Баба Неприятная Которую зажала диваном Пойдем ее вырубим Ну мне же наверняка В ту сторону Елки, их там Как минимум уже двое Жди здесь Попробуем По стелсу И не убивая Не хочу жертв Блин, она-то где? Она, наверное, справа сзади Прикалываешься Прикалываешься А, ну да Два варианта Можно либо убить Либо ранить Давай раним Давай, вырубай Влево И удар Красавица Запоминай, Эджей Живых не надо убивать Не знаю почему Но не стоит Ну Была не была Закидывай Ви Наш без нас не взорвется Так, давай Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп Ха-ха-ха Это как Ли тогда В одной из серий Не подведите папку Вилли младший Правь, это крыто На самое дно Когда они растопят котел У нас будет Совсем немного времени До взрыва Сколько? Не знаю точно Час, полтора? Значит, поторопимся Каких полтора? Они сейчас заведут котел И все И бум Будем тут летать По всему кораблю Так, оттуда мы Грубо говоря пришли Не хочешь забрать Ружьишка? Нет? Ну ладно Ружьё для соб... Для слабаков Так, отлично Мы даже не спалились Минерва, соберись Хорошо, мэм Есть Братик Маленький Лицо со шрамом Он ведь не там? Уже обсуждали это Твой дом теперь в Дельте Твоя семья там Интересно, она с нами Будет или нет Да, мэм Говорит Блин, ну конечно Кому еще могли поручить охранить камеру? Мимо не пришмыгнешь Но ее убивать не стоит Да и ранить ее неохота Может поговорить с ней? Тихо Убирайтесь Убирайтесь Отсюда Только вместе со своими Я жюю Богу Если из-за вас Стэн угодил в это Скажите Только что он в порядке Блин Ну Давай так Передадим словам Он просил передать Что прощает тебя Блин Я помогу вас всех вывезти Потом берите дыны И сваливайте Спасибо Отведите его в безопасное место Хорошо Договорились Скорее нужно торопиться Климентинка Твою мать Климентинка О Друзья Привет Вы там как? Кажется он в порядке Да Я в порядке Мы в норме Тебе подлатали? Зайди сначала к Луису Он Ему тяжело пришлось Что с ним? Помогите им Я добру Камеру Времени мало Дориан скоро вернется Кто такой Дориан? Или кто такая? Это не Гритенко Да Валит Помоги мне Вот с теми Сейчас Что с ним? Луис? Ты как там? Луис? 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 Что там? Какого хрена ты творишь? Минерва Не смей У него целиться Мать твою Я убью его Валит Что за хрень Мини? Выпусти нас Капец Что произошло вообще? Луис Какой-то загадочный Винерва Просто взяла И подставила Нас коза Вот овца Луис Луис Что с ним? Тебя надеюсь Просто побили Ничего страшного Если просто побили То все нормально Будет Что они с тобой Сделали Крементина Нет Не надо Они отрезали Они отрезали Ему язык Он просто Болтал Не затыкаясь Боже мой Блин Это жестко Прости Луис Давай Они за это Заплатят Я заставлю Ублюдков Заплатить За это Обещаю Луис Нет Не хочет Тихо Все в порядке Все хорошо Соберись Все хорошо Ну они его и зашугали Конечно Блин Вот уроды Скоро ты будешь дома Мне конечно Убивать их не хотелось Но После такого Как-то С ними обходительными Быть неохота Давай поговорим Еще раз Подбодрить Надо парня Я вытащу нас отсюда Обещаю Что было бы Если бы я Вайлетт оставил здесь Отправил сюда Чтобы ей отрезали Елки-палки Надо будет Посмотреть на ютубе Но что сделано То сделано Взглянуть на лиза Железа Взглянуть на забзор Посмотреть сквозь дверь Где они? Клем Ты в порядке? Я в норме Где Эй Джей? Сюда Сюда О, в нормалец Слава богу Вайлетт тоже здесь Вот дерьмо Но мы пока не уходим У нас еще есть время Со всеми разобраться Блин, там же бомба Елки-палки Давай поговорим с Эй Джейем У тебя там все нормально, Эй Джей? Ага, все нормально Все думаю, как выбраться Я тоже Давай, если будут идеи Двери на вид не шибко прочные Может их как-нибудь того Будут идеи? Говори Ладно Вайлетт Вай, ты в порядке? Я в норме Пытаюсь найти выход Если бомба рванет Ребятня Хорошо Все в порядке В котором страшно Я нашла твою кроличью лапку На берегу Она, как видишь, не работает Все нормально будет, Амар Главное, не бойтесь Я вас выведу отсюда Взглянуть на щеколду Если выбить железный лист В принципе, можно дотянуться Можно расковырять вот только нечем Разве что Черт, ну что, меня забрали Эй Джей Нож все еще у тебя? Да ладно, а у него не забрали? Да, они только большой нашли Отлично, толкни его ко мне Что ж, неплохо А его будет достаточно? Ого, взглянуть на царапины Так долго мы тут не задержимся Интересно, а что-нибудь Еще я пропустил здесь В этой комнате? Нет, на самом деле Ничего больше интересного не нашлось Давайте взглянем На лист железа Бум Ну, он приварен В принципе, его не отдали Бить Ну, хотя, если прям Сильно постараться Ладно, хватайся за нож И будем пробовать Поднять щеколду Это же тот ножик, который сделал Эй Джей Луис Сорян, брат Я не хотел тебя Сюда тащить Оно все как-то само закрутилось Ну, я же не знал, блин Что так все будет У вас шило Эй Джей Отковырнуть Прожжавевшие швы Ну, давай попробуем Никто не заметит нас Минерва, конечно Стерва Валит, прости, но В следующий раз Я ее щадить не буду Эй Что бы ты там ни делала Прекрати Поверь мне Оно того не стоит Назад Назад Она проснулась Она проснулась Да, мэм Кто там, Лиля Хорошо Дальше я сама Бери ножик Она же из этих Из Армейских Летчик, по-моему В принципе Если мы ее Загасим Где Абель Умер Мы убили его Красавчик Эй Джей Твою мать Ты маленькое чудовище Давай так Это был умел Сердель Он ужасно боялся Обернуться И мы помогли ему Этого избежать Дали ему то, что он хотел Я в этом не сомневаюсь Отойди Ты ножик-то подняла Нет еще Аккуратно Блин, надо было поднять Как-нибудь незаметно Или вообще не ронять Минерва Открой дверь Да, мэм Блин, что сейчас будет Пристрелила бы тебя И вылетела за борт За такие штуки Но тебе удалось Меня впечатлить Сначала ты собрала Банду из малолетних балбесов Потом убила Двух моих лучших солдат Потом пробралась Ко мне на борт Под приклеем стада Если вернусь Дельтой с такой роскошной Добычей, как ты Можно считать, что Эта сраная миссия удалась Ты такая юная С таким потенциалом Отпусти тогда остальных Если тебе нужна я Отпусти остальных Это не переговоры Я просто объясняю тебе Что вас ждет Коза Знаешь, мой отец Ларри Был военным Когда я была мелкой У него на все Про все были Правила Больше всего Его раздражала Расточительность Если я оставляла свет В комнате Он выходил из себя Но как он не ругался Из-за счетов На свет Я всегда забывал Его выключить И? Ну и однажды Он вырубил нам Электричество В качестве демонстрации Чтобы показать Что у поступков Выбывает последствия У нас даже без телека Без фены Без сэндвички с мороженым Тупо как-то Какой-то идиотский способ Донести свою мысль Он переборщил На свет Я с тех пор Выключаю Но вы с Джуисом Переборщили на самом деле Вот сами были свои недостатки Но он показал мне Насколько цены в уроке Значит это был урок? Вот как? Ладно Ладно Я всего лишь рассказываю Разговариваю Что отойти? Я хочу рассказать тебе Одну историю Назовем ее Притчей о близнецах Ну давай Двоих девочек Забрались дома И увезли в новое место Это ты променировал? Им пришлось оставить Семью и друзей Поначалу это было тяжело Они пролили немало слез Но новое место Оказалось хорошим Люди там выращивали Пшеницу и свиней И близняшки Впервые за много лет Наели с досыта Они вымылись Надели чистую одежду Пучили свои кровати И даже выдали оружие И научились стрелять Местные жители Были добры к девочкам Все что требовалось От них в замен Помогать коллективу Обороняться Видишь ли Крупом было много врагов Убийцы воров Положив взгляд Глаз на общинное имущество Давай так А языки им грозились Отрезать? Такое происходит Только с теми Кто не умеет молчать Одна из девочек Поняла что за эту землю Стоит бороться И перестала плакать Это была Минерва Но другая близняшка Она так и не смогла Забыть старый дом Она отвергала Все подарки Все возможности Создавала проблемы На ровном месте Она подначила сестру Украсть плод И сбежать по реке Конечно же Далеко они не уплыли Мне кажется Зря ты это рассказываешь Сейчас Она может Психануть Что говорит Случилось потом Минерва Я убила ее Да ладно Нет Минни Скажи что это неправда Родную сестру Зачем Она морочила мне голову Враньем И Я совершила ошибку Мне нужно было Показать свою преданность Новому дому Тогда понятно Нравится тебе это или нет Теперь ты в моем отряде Клем Вопрос о том Который из близняшек Ты будешь Преданной Или мертвой Чем ты забила ее голову Дрянь болбанутая Вайлет Оспокойся Я не буду пока ничего говорить Сделай Как они вилят Зачем Чтобы стать солдатом В армии И потом убивать друзей И близких Нафиг надо Вытащи сюда Это трепло Начинается Мораль истории до них Очевидно так и не дошла Придется донести ее нагляднее Только попробуй Стой Не тронь Вайлет Или получишь Стынь пацана А то сам получишь Блин надо что-то делать Тихо Не дергайся Твою мать Нет Эй Джей Ну куда ж ты Блин Мамой Ладно Рисковать так рисковать Давай Да ладно Ей Подгрыз Надо было пока Они отвернулись Охренеть Пока они отвернулись Надо было атаковать Мелкий ублюдок Нет Прекрати Достаточно Он укусил меня Я сказала достаточно Сдували Досталась целая рука Ты заслуживаешь Смерти Ай Джей Сильный пацан Мы тебя убьем Думаешь Сможешь меня убить Конечно могу Мы бросим тебя в реку Или воткнем нож тебе прямо в ухо Громкие слова для пацана Я сделаю это Я убил Марлона Я поступил правильно Что не ожидала Бэнк Бэнк Мне кажется Она еще одного солдата Себе нашла Так это ты убил Марлона Ха С тебя вышел бы отличный солдат Не говори с ней Эй Джей Послушай меня Не говори с ней Ладно Она монстр Клэм 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 за тебя очень переживает Да? Блин Она сейчас будет И его провоцировать И манипулировать Пойдем-ка поболтаем Только мы вдвоем Блин Не смей его трогать Мать твою Клэм Хватит Не смотри на меня так Пошла в жопу Это единственный способ Выжать Кто ты? К чертову желания Только посмотри Что ты творишь Так, нож есть? Минни, пожалуйста Я просто хочу поговорить с тобой Прости, что мы не искали тебя и Софи Прости, что доверились этому ублюдку Марлону Если бы я только знала, что... Я знаю Понятно Но Софи умерла А у меня теперь новая семья Пора бы вам уже понять По-другому никак Смирись с него, высовывайся Иначе погибнешь Или ты, или твои близкие Ну, все да болталось Да сиделось Ты такая же, как и они Иди к одному вместе с остальными Прости, Вайлетт Но она сама виновата Давай, дергай быстрей Сзади Ёлки Держу, держу У тебя одни проблемы Да ладно Нет, живая Я не дам тебе отправиться их на убой Давай, давай, давай Держи Ты сильнее Давай, давай Сейчас Ви ее пристрелит Минерва Я не дам ей уйти Блин Валит Умничка И не убила И обезвредила Ничего, ничего Живая Все нормально будет Если ты прям так за нее переживаешь Давай, пацанов, освобождай И погнали Скорее Нужно уходить Я не брошу ее здесь Идите, я догоню Слушай, я Эйджем пожертвовал ради тебя Давай, крем, убираемся отсюда к чертовой матери Идите, мне нужно найти Эйджем Хорошо, увидимся на суше Обязательно Айсим Айсим, ну ты бы мог мне помочь Амар бы вывел Луиса Блин, ребята Не самое лучшее время сейчас Придваться сентиментальности Я как бы вас всех спасал Вы могли помочь мне с Эйджем Черт, котел запустили Блин, скоро рванет На самом-то деле Ёлки, Сири, это заканчивать неохота Хочется до Укрыти до конца Мы направим твою энергию Блин, ну я нажимаю направо Я знала Клементину еще до того, как все началось Она передумает Так, аккуратно Прыгай Ты тоже передумаешь, когда увидишь, что у нас есть Много еды, уютные постели Нашли, кто-то на уши, астал по пристани Кто там? Тен? Тен? Твою мать Теннесси, ты потерялся? Мэм! Мэм, он был не один Хочу вам еще кое-что показать Кто там, Вилли? Сюда Блин, надеюсь, никто из них не увидит меня Как ты так скрытно передвигаешься? Глядьте, кого мы нашли в стаде О, Джеймс Неудивительно, что там было столько ходячих Наверное, считаешь себя очень умным раз Сумимо привезти ходячих Или это все Клементина придумала? Нечего сказать? Я тебя ни хрена не боюсь Да, ну Ты ломаешь людей Потому что боишься Потому что слаба На самом деле так и есть Я даю людям цель Нам есть за что бороться Не слушай Они просто убивают Что касается таких, как он, Эйджей Они слишком сломлены, чтобы вписаться в общину Они не способны сражаться Ни за кого, кроме себя Убить, говорит, его Да ну, Тен Сейчас еще Тена пристрелят Тише, Тен Не трогайте его И вообще, перестаньте трогать людей Пожалуйста Пристрели ее Так, давайте все успокоимся, хорошо? Отдай мне моих друзей Блин На самом деле бы влили его Пальну, он был бы уже Капец Ладно Давай, действуй Спаси своих друзей Ты же для этого сюда пришел, так? Лили Ты дура Если он тебя пристрелит Ты пришел поплавить Тен Похоже, ты тоже не солдат Блин, она еще Не хватало бы, чтобы пристрелила Тена Все, пора Давай, Клим Это наша с тобой война Эй-эй-эй-эй-эй Тянись Да блин Я же подстрелил волосы Что? Икс По ноге, прям по коленочке Давай, борьбушка Прекрати Блок Да блин, я же увернулся Влево Ништяк Где пушка? Вверх Вверх, давай-давай Климентинка Да я же поднимаю тебя Ну Ёлки Молодец Ножик успела достать Блин Дайте мне какую-нибудь кнопку понажимать Давай-давай-давай-давай Руби ее, режь Блин, она сильнее Она все-таки уже взрослая Девушка Это была большая ошибка Дай ей Дай ей Блин В нос Красава, Эйджей Нифига она еще этой ногой машет Давай-давай Дергай-дергай ножик Ай-ай Это больно Ай Так еще больнее Капец, она же сейчас кровью истечет Да куда ж ты, блин Кто там? Эйджей Эйджей, погоди Я сдаюсь, видишь? Смотри-ка Его она боится Потому что знает, что он может выстрелить Положи оружие Я всех отпущу Мы с командой уплывем И вас больше не побеспокоим Эйджей, не слушай ее Эйджей Она не опасна Опусти оружие Тебе не было там внизу Ты не видел, на что она способна Она отрезала моему другу язык Не надо стрелять, правда? Это трек Даже не думай, Эйджей Не дуйся, Эйджей Но нам уже ничего не изменить Скоро здесь все взорвется Дай мне оружие Ты не можешь позволить ей умерить Никто другого Я не хочу死 Ладно, стой, Эйджей Мы ее можем отпустить Милосердия Понимаешь, что это такое, Эйджей? Тебе надо этому научиться Это хороший урок Так же, как Когда мы отпустили ее Ляха-муха Джеймс! Джеймс Надо было все-таки ее пристрелить Капец А вот и бомбочка Черт, бомба! Эйджей! Черт, бомба, Эйджей! Капец В смысле? Вот эта реальная серия заканчивается на самом интересном месте Блин, очень жаль Джеймса на самом деле Я не думал, что до того дойдет Ладно, почитаем статистику Вы и 89% игроков убили Абеля из жалости И всего 11% заставили Абеля превратиться в ходячего Вы и 49% игроков убили лишь некоторых ходячих в лагере Джеймса 49% умудрились не убивать ходячих И 3% проигнорировали Джеймса Убили всех ходячих в лагере Дурачки Вы и 17% назвали бомбу Вилли-младший 61% назвали бомбу шедеврю Митча 13% прозвали месть Руби И 6% назвали бомбу Эйджей Вы и 86% игроков позволили Эйджею напасть на Дориан И помешать ей отрезать палец вашего друга А то есть она хотела палец отрезать И 14% игроков помешали Эйджею И дали Дориан отрезать палец Вайлет Вы и 47% игроков не стали говорить Эйджею убить Лили И 53% сказали Эйджею убить Лили Но исходя из событий, которые были потом Всё-таки надо было её убить на самом деле Но это убийство бы сыграло на характере Эйджея на самом деле Не знаю, я поступил как поступил Общая статистика И поехали по людям Абель мёртв Абель немного успокоился, когда вы пообещали пощадить его Вайлет пропала Вайлет была тронута тем, что вы проявили интерес к причине, по которой её отправили в Эриксон Вайлет почувствовала себя понятой Когда вы проявили сочувствие к причине, по которой её отправили в Эриксон Вайлет благодарна вам за то, что вы позволили Эйджее помешать Дориан отрезать ей палец Минерва пропала Минерва была ошарашена, когда вы сказали, что Марлон убил Броди Минерва решила, что ей нет прощения даже несмотря на то, что вы сказали, что ей стоит вернуться домой. Минерва упала духом, когда узнала, что Тен простил её. Лили пропала? Лили решила перейти к делу, когда вы пытались защитить своих друзей. Лили почувствовала своё превосходство, когда вы помешали Эй-Джею застрелить её. Тен пропал. Тен благодарен вам за то, что вы заступились за него перед Вилли. Тен благодарен вам за то, что вы пообещали сказать Минерве, что он простил её. Джеймс мёртв. Джеймс с пониманием отнёсся к тому, что вы убивали ходячих лишь при необходимости. Джеймс разочаровался, когда вы сказали, что ходячий просто чудовище. Блин, ну жалко его на самом деле. Луис пропал. Луис получил травму за время, проведённое с рейдерами. Луис испугался, когда вы пообещали дать отпор рейдерам. Эй-Джей тоже пропал? Блин, да все пропали. Что значит пропал? Вы просто не показали мне, что будет дальше. Эй-Джею стало не по себе, когда вы убили Абеля, не дав ему превратиться в ходячего. Вы разочаровали Эй-Джея, когда сказали, что невозможно доказать, останетесь ли вместе, когда станете ходячими. Эй-Джей почувствовал себя бессильным, из-за того, что он помиловал Лили, а она убила Джеймса. Состояние школы. Рози беспокоится за всех. Вилли оживился, когда вы согласились дать бомбе имя. Руби погрузилась в размышления, когда вы посоветовали ей не переживать о прошлом. Амар и Асим пропали. И я нашёл что? Четыре из шести? Блин, а где ещё два-то были? Капец, игра считается непройденной. Блин. Ну а на этом всё, друзья. Не забудь поддержать меня лайком и подписаться, чтобы не пропустить следующую серию. Ну и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok